У нас сенаторы не из окна автомобиля видят жизнь, а в непосредственном контакте находятся со своими гражданами. Сильное государство – это сильная экономика и государство для народа. Это комфортно, это безопасно, это понятно. Обеспечение стабильности в обществе, повышение благосостояния нашего населения на основе модернизации экономики, создание комфортных условий для жизни и для труда. А верным ли будет утверждение, что флагманом экономического роста в Беларуси был и остается промышленный комплекс? У нас функционируют более 16 тысяч предприятий. Экономика у нас имеет открытый характер. Уже и крупные предприятия используют драгоценные металлы, лом драгоценных металлов в качестве основного сырья. Мы уже не первый раз в этой студии слышим, что Беларусь на территории СНГ продвинутая государство. Мы не золото добывающая страна. Для нас это очень важный, очень серьезный актив. Повестка зеленой экономики, она для Республики Беларусь тоже является актуальной. Сейчас же главное не добыть, произвести и потребить. Бизнес, неважно, крупный, средний, он привык работать в комфортных условиях. Здравствуйте. В эфире программа «Скажи, не молчи». В студии Виктория Попова и Татьяна Щербина. И сегодня наш гость, председатель постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Мы вот сейчас обсуждали перед встречей. Сенатор, прижилось у нас это название или нет? Как вы предпочитаете, чтобы вас называли? Важно, наверное, в принципе, не само название, должность. Главное, это работа, которая, в принципе, выполняется членом Совета Республики. Хотя вопрос такой, в принципе, обсуждался даже в рамках подготовки изменений в Конституции Республики Беларусь. Приживется сенатор у нас название? Мне кажется, уже прижилось, уже называем сенатор. Думаю, думаю. В принципе, чем лучше мы будем работать, наверное, тем больше поводов, наверное, будет тогда, в принципе, истеречь о том, чтобы все-таки нас, ну, действительно, в более понятном таком вот статусе, скажем так, воспринимали наши коллеги, наши избиратели. Да, Владислав Викенч, но вы экономист, вы всю жизнь в этой теме, поэтому сегодня будем обсуждать экономику, как говорит наш президент, это самое важное, если будет экономика, будет все. Поэтому еще, к слову, отмечаем мы и 30-летие президентства, и суверенности нашей Беларуси. Может быть, вы для наших зрителей простым языком можете назвать самые главные экономические свершения новейшего этапа развития независимой Беларуси. Наши коллеги подготовили кое-какие цифры, наши зрители могут увидеть, что, ну, и инфляция, и удалось установить, да, и промышленность поднять, и жилье у нас теперь более доступно. А что бы вы назвали? Действительно, все, что касается экономики, экономического развития, вот за истекший этот период, лично я связываю с введением института президентства. В этом году, как вы отметили, мы отмечаем знаковое событие, 30 лет с момента введения института президентства. И здесь, понимаете, важно, мне кажется, отметить, что вот этот вот период можно характеризовать в цифрах, можно характеризовать в каких-то, скажем так, общих тенденциях. То, что у нас и сохранен экономический потенциал, сохранены узнаваемые наши бренды, создаются новые сферы, новые отрасли деятельности. Но, на мой взгляд, наверное, все-таки важна более такая качественная составляющая. Если говорить простым языком, то я бы обратился к двум тезисам главы государства. Сильное государство – это сильная экономика и государство для народа. Поэтому все, что делается у нас в экономическом плане, в принципе, это делается для народа. И поэтому, если мы возьмем вот в числе наших основных программных документов, вот программу социально-экономического развития, вот на текущую пятилетку, на 21-25-е годы, там же простым и понятным доступным языком определена основная задача экономического развития страны. Обеспечение стабильности в обществе, повышение благосостояния нашего населения на основе модернизации экономики, создание комфортных условий для жизни и для труда. Простые и понятные, мне кажется, слова. И поэтому в плане вот этой качественной оценки, вот опять-таки, вот тот тезис, то высказывание, что мы строим социально-ориентированную экономику, то есть белорусская модель социально-ориентированной экономики, она тоже имеет абсолютно, в принципе, понятное для каждого человека, наверное, содержание. Почему? Потому что вот те социальные блага, социальные гарантии, начиная от права заниматься трудовой деятельностью, право на достойную заработную плату, заканчивая социальными гарантиями и на базовые услуги в сфере здравоохранения, образования, соответственно, пенсионное. Все опять-таки связано с тем уровнем работы экономики, которую мы должны обеспечить. Экономика – наше все. А верным ли будет утверждение, что флагманом экономического роста в Беларуси был и остается промышленный комплекс? Да, на мой взгляд, это действительно так. Почему? Потому что промышленность – это понятно, это не только машиностроение, металлургия и так далее. Вот если так уже в целом углюбляться, то, в принципе, под промышленностью мы, когда говорим, понимаем это все, что касается, начиная от добычи полезных ископаемых, производства электрической энергии или тепловой энергии, уже заканчивая действительно производством высокотехнологичных товаров, на сегодняшний момент, ведь это, по сути, треть ВВП страны. Там 27-28% разные оценки. Наконец, с 2023 года, вот именно в сфере промышленности, обрабатывающей, добывающей, энергетической промышленности, у нас функционируют более 16 тысяч предприятий. Это практически 900 тысяч работающих. И здесь, опять-таки, если рассматривать качественную составляющую, долю ВВП, а экономика у нас имеет открытый характер, ведь 94%, если не больше, общего экспорта товаров обеспечивается именно промышленным комплексом. И мы уже поглядываем в сторону того, чтобы создать производство белорусской техники в опорных странах. Это так? Стратегическая, наверное, задача не как таковое создание сборочных производств. То есть, наверное, стратегическая задача, особенно в нынешних условиях, это диверсифицировать экспорт. В силу, как бы, всем нам понятным причинам найти рынки, новые рынки сбыта, закрепиться на новых рынках сбыта. Вот поэтому создание сборочных производств – это, скорее, наверное, инструмент реализации вот этой стратегической задачи. Потому что здесь тоже, опять с позиции как бы простого гражданина или простого потребителя, если белорусский производитель приходит куда-то в страну и создает сборочное производство, значит, он ближе к этому потребителю. Это имеет такой достаточно, мне кажется, хороший аспект в плане продвижения на продукции, как бы, наших ведущих экспортеров и все это. С другой стороны, создание сборочного производства – это и возможность вовлечь, скажем так, и партнера, который, в принципе, готов работать с нашим экспортером на территории конкретной страны, вовлечь и в производственном, в технологическом плане, в финансовом плане, в плане продвижения продукции. И все это в итоге говорит о том, что если мы куда-то пришли, не просто продаем, сегодня продаем, завтра не продаем, а мы там организуем производство, организуем рабочие места, значит, мы пришли, наверное, всерьез и надолго. А есть удачные примеры уже таких производств? Буквально недавно, на днях в Ташкенте прошел второй узбекско-белорусский женский форум, там присутствовали не только, скажем, женщины-предприниматели, женщины-представители бизнеса, присутствовали и крупные предприятия, с одной и со второй стороны, и приятно было действительно, что вот в рамках демонстрации взаимного промышленного потенциала было обращено внимание на то, что вот в Республике Узбекистан собраны уже из машинокомплектов первые пять тракторов вот Минского тракторного завода. Работает, в принципе, у нас там в плане организации сборочного производства и ряд машиностроительных заводов, работают у нас и предприятия легкой промышленности. Потенциал в этом плане есть. А вот эти современные вызовы, о которых мы говорим, упоминаем их периодически, как они отражаются на бюджете и финансах? Все ли здесь стабильно? На собственном примере хочу сказать, что мы вот уже вновь избранные депутаты Палаты представителей, мы уже члены Совета Республики. В числе основных законопроектов, которые мы рассматривали на предыдущей сессии, это как раз был закон об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, отчета об исполнении бюджета Фонда социальной защиты. По сути, принимая, рассматривая, одобряя вот эти законопроекты, мы завершали, скажем так, бюджетный процесс 2023 года. Понятно, что в основную повестку уже нашей работы, сессия, которая откроется 17 сентября, в числе основных законопроектов, это опять будет проект республиканского бюджета на 2025 год, изменения в налоговый кодекс, бюджет Фонда. Поэтому, сопоставляя результаты 2023 года, ход исполнения бюджета и подготовки уже этих вопросов на 2025 год, я хочу сказать, что нам действительно удалось обеспечить стабильность бюджетной системы. Во многом это связано и с фактическими результатами экономики, во многом это связано и с теми мерами бюджетно-финансового характера, которые оперативно вырабатывались. За прошлый год мы планировали бюджет дефицитный. Об этом же писали все наши оппоненты. Беларусь заложила там 5 процентов. Фактически, да. Фактически бюджет мы исполнили с профицитом. Не надо думать, что мы там что-то недофинансировали, все базовые расходы выполнены. А вот этот профицит, он будет являться финансовой подушкой, и стал финансовой подушкой на текущий год. Да. Хочу отметить, что в прошлом, в этом году предприятия реального сектора экономики, которые работают вот в этих условиях, сложных, неопределенных условиях, вынуждены адаптироваться к изменению этих условий. Бюджетная поддержка не только сохранена, она увеличена. То есть на цели поддержки реального сектора только вон за прошлый год больше 1 миллиарда 400 миллионов было направлено. по всем направлениям, стимулирование экспорта и поддержка, все это. И вопрос, наверное, состоит в том, что все же это сказывается и в плане уже конкретного человека. Растет заработная плата не только в реальном секторе экономики, растет реальный заработок платный и в бюджетном секторе. И пенсии подрастают. И пенсии подрастают, да. И видите, мы поэтапно ставим целевые задачи. Вот выйти на уровень заработной платы для работников здравоохранения полтора от средней по экономике. Вот сейчас задача стоит за этот, за будущий год, выйти на уровень средней заработной платы для наших учителей. То, что касается остальных категорий, понятно, эта задача тоже будет поэтапно решаться, как за счет общих мер, направленных на рост заработной платы в бюджетном секторе. Конечно, многое будет зависеть от того, как будет исполняться бюджет. И в текущем 2025 году будет задел какой-то резерв, понятно, соответствующее решение будет приниматься более таким оперативным планом. Поэтому, вот сопоставляя, скажем так, исполнение уже бюджета прошлого года, ход исполнения задачи, которые стоят, все сходятся о том, что основная задача теперь обеспечить формирование и исполнение бюджета всех уровней на сбалансированной основе. Львиная доля в этом году была на дороге как-то, да, потраченная с бюджетом и снова их сделали? Ну да, сумма увеличена практически в два раза, если рассматривать соответствующие расходы, которые были у нас, в принципе, в 2023 году. Но, опять-таки, все это касается не только дорог, у нас активно реализуются и инфраструктурные проекты, которые связаны и с иными как бы сферами, и объекты социальной сферы, и благоустройство объекта, и жилищно-коммунального хозяйства, все, что с этим связано. Мы когда читали, вот коллеги наши писали из СМИ, основные акценты называли республиканского бюджета на 2024 год. Это то, что и вы говорите, улучшение качества жизни и увеличение благосостояния, да. Ну, с благосостоянием вы уже сказали, а качество жизни вы имеете в виду, инфраструктуру, да? Абсолютно правильно. Почему? Потому что мы же для себя, понимаете, как бы качество жизни связано, в первую очередь, с уровнем располагаемых доходов, наверное, с перечнем услуг, или которые предоставляются, возможность как бы реализовать себя в той или иной профессиональной сфере. Но очень многое зависит от того, в принципе, где мы живем и в каких мы условиях живем. А это соответствующая база должна быть. Поэтому, поверьте, в приоритете государства, и вот насколько и на предыдущей работе в Министерстве финансов, и сейчас вот в должности уже председателя комиссии, в приоритете стоят не только дороги. Весной на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам обсуждался проект закона об изменении закона Республики Беларусь о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Какие причины разработки нового законопроекта? С моей стороны, наверное, было бы неправильно не сказать о том, что работая в Министерстве финансов, я как раз и занимался вопросами, которые касаются государственного регулирования, контроля всей деятельности с драгоценными металлами, камнями. Ну и для меня этот закон, скажем так, был понятен и близок. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, закон сам по себе является достаточно специфическим с точки зрения вопросов, которые он регулирует. Последние изменения в него вносились в 2012 году. Понятно, что с этого момента много чего поменялось. Поэтому несколько задач, которые решает этот законопроект. Ну, первое, конечно, уточнить положение закона с учетом практики его применения. С одной стороны, максимально уточнить те вопросы, которые будут направлены на то, чтобы максимально упростить. И для субъектов хозяйствования, для уполномоченных государственных органов в сфере деятельности, в которой находятся эти вопросы. Ну, соответственно, работу с таким специфическим активом, как драгоценные металлы, драгоценные камни. И поэтому такой вот основной посыл. Там, где можно, все-таки учетом, отслеживанием, контролем за совершением операций, должны заниматься те субъекты хозяйствования, для которых это является, скажем так, профессиональным видом, сферой деятельности. А для обычных предприятий создать максимально комфортные условия с точки зрения того, что, в принципе, не надо учитывать те граммы, или, может быть, не только и меньше, которые содержатся в оборудовании, в технике, которая применяется субъектами хозяйствования. Все это надо делать, когда эта техника оборудования вводится к эксплуатации. Вот. И для этого созданы у нас специализированные организации, которые занимаются профессионально сбором, переработкой. И все это. Ну, а для субъекта хозяйствования принять решение о том, готов он на возмездной, либо безвозмездной основе, дальше как бы проводить операции по извлечению, переработке и так далее. Вот. Это первый посыл. Максимально упростить, где это можно. Второй посыл, он касается, в первую очередь, наверное, уже, наверное, вот Министерство финансов, как основной координирующий орган. Все-таки, как бы не было бы, мы не являемся добывающей страной. Вот. Основные, как бы, объемы у нас как раз вот и формируются в Республике Беларусь путем сбора переработки вторичных, скажем так, лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Вот. Поэтому задача стояла, чтобы уточнить положение проекта закона и дать возможность Министерству финансов, вот этим специализированным организациям, переработчикам, вшлять свою деятельность таким образом, чтобы извлекать и перерабатывать драгоценные металлы в наиболее ликвидную форму. Ну, это, в первую очередь, банковские слитки, стандартные слитки. Хочу отметить, что и, естественно, жизнь немножко к этому подтолкнула, вот, начиная уже с конца 2023 года в Республике Беларусь появились новый вид продукции, вот наши импортозамещающие продукции, стандартные мерные слитки, то есть грамм, пять грамм, десять, двадцать, пятьдесят. Вот. То, что раньше производилось за пределами Республики Беларусь, продукция оказалась достаточно востребованной, в принципе, в определенной степени. Вот. Она и, может быть, связывает вот этот спрос на ту же иностранную валюту. Ну, не нестабильность рынка, она обычно вот так вот отзывается в гражданах. Поэтому, да, вторая задача именно, скажем так, уточнить положение проекта закона, который позволяет все-таки максимально выстроить вот эту комплексную систему по сбору и переработке лома драгоценных металлов, ну и, соответственно, формирование государственных запасов. У нас в Республике формируется Государственный фонд драгоценных металлов и камней. Ну и третья задача, третья задача, это уже немножко задача такого, скажем так, уже международного плана. Понятно, что мы, являясь участниками интеграционных объединений и с Российской Федерацией, и с Союзной Государствой, и в Российский экономический союз, вот, мы должны выстраивать, как бы, и понятийный аппарат, и подходы, соответственно, и свободы, и элементы контроля на каких-то согласованных или понятных друг другу вопросах. Несколько лет назад в этих целях было принято соглашение об особенностях учтения операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза, вот, нормы которого нам необходимо уже, как бы, имплементировать в наше национальное законодательство. Поэтому вот появились вот эти корректировки. Все-таки движемся мы в сторону, да, вот этого Евразийского сообщества, которое откроет нам и документальный оборот, да, взаимный, и, может быть, валютный, наконец-таки будем к этому стремиться, ну, шаг за шагом, получается. Да, но еще хочу обратить внимание, что вот кроме вот этих вот трех причин, опять-таки, вот уже вот сейчас, уже в рамках работы с этим законопроектом, уже, как бы, в статусе члена Совета Республики, ну, я вам хочу сказать, что все-таки парламентарии, вот, и нашли, как бы, новые моменты, которые необходимо было откорректировать. Ведь есть, и это, скажем так, очень такой положительный, позитивный момент. У нас уже и крупное предприятие, которое использует драгоценные металлы, лом драгоценных металлов в качестве основного сырья для производства ювелирных изделий, для производства тех же вот стандартных, нестандартных слитков. И поэтому парламентарии, как раз разработчику, вот, если бы я был бы в том статусе, на это обратили внимание. Понятно, регулирование, государственные, как бы, интересы, это все хорошо, но, естественно, все это должно делаться не в ущерб нашим производителям, которые должны иметь стабильные условия работы, иметь стабильный доступ к соответствующему сырью. Ни для кого не секрет. Я думаю, все мы знаем, что, в принципе, в Республике Беларусь организовано нашими крупными производителями, крупными торговыми сетями, вот, скупка лома драгоценных металлов, которые впоследствии используются в качестве вот такого сырья. Поэтому ряд процедур, которые предусматриваются законом, в частности, согласование финажа скупленного лома драгоценных металлов, парламентарии сказали, что все это хорошо, но если он напрямую используется уже в собственном производстве крупными нашими производителями, то, наверное, вот, в принципе, такие административные процедуры в этом плане будут излишними. А вот если кто-то собрал и хочет не производить, а вывезти за пределы Республики Беларусь в силу определенных причин или определенных целей, вот тогда нужно получить согласование в Министерстве финансов. То есть это, по сути, защита внутреннего рынка. Да, это элемент защиты внутреннего рынка. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, мы не золото добывающая страна. Для нас это очень важный, очень серьезный актив. Вот. И в этом плане, наверное, все-таки вот та система, которая у нас выстроена, опять вот по предыдущему опыту общения с нашими коллегами и в Российской Федерации, в Республике Казахстан, в Армении, в Кыргызстане, она нашими, как бы, коллегами оценивается, ну, в качестве наилучших практиках. Мы уже не первый раз в этой студии слышим, что Беларусь на территории СНГ продвинутая государство. Во многих отношениях, в законодательных, видимо, тоже. Пока сделаем небольшую паузу, прервемся ненадолго. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал «Скажи, не молчи». Подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи. Это снова программа «Скажи, не молчи». И сегодня у нас в гостях председатель постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович. Владислав Викентьевич, форум, второй узбекско-белорусский женский форум, который вы уже упомянули, прошел в Ташкенте на днях. Давайте посмотрим репортаж наших коллег. Беларусь и Узбекистан схожи ментально. Трудолюбивые народы, которых связывает еще и общая история. А договоренности президентов реализуются сегодня по всем направлениям. Эта красная нить проходила через все локации официального дня. О перспективах обстоятельный разговор на встрече с лидером Узбекистана. За год с момента первого форума многое изменилось. Выросли суммы контрактов, продвижение получили многие направления. Вот тот визит, который состоялся в феврале 2024 года. Нашего президента в Узбекистан и подписание дорожной карты о сотрудничестве на 2024-2025 годы придали новый импульс в нашем сотрудничестве. Это в плане экономического сотрудничества. Ровно так, как и сегодня здесь мы находимся. И в рамках нашего визита проходит второй уже женский форум женщин-предпринимателей. И мы видим, какие великолепные результаты. Роль парламента в двух стран в продвижении и инициатив растет. Сегодня встречи состоялись в обеих палатах. У государств много общих интересов и в экономике, и на мировой политической арене. Вы тоже были в составе парламентской делегации на этом форуме. Какие остались впечатления? Впечатления остались, наверное, самое положительное. Понятно, что второй форум является продолжением первого форума, который прошел здесь у нас в городе Минске в период 4-7 сентября прошлого года. На тот момент выбранный формат, женский бизнес-форум, это, может быть, был пробный инструмент, чтобы через взаимодействие бизнес-кругов, женщин, представляющие бизнес, и малый, и средний, и крупный, в первую очередь продемонстрировать взаимный потенциал, наш промышленный экономический потенциал для налаживания связей, взаимодействия, контактов. Поэтому тот формат, который выбран, работа в тематических секциях, соответственно, пленарные заседания, на которых уже подводились бы итоги, расставлялись какие-то дальнейшие приоритеты, он оказался очень востребованным. Я непосредственно участвовал в подготовке самого этой части бизнес-форума. Поэтому действительно на сегодняшний момент в рамках секционных заседаний постарались рассмотреть и осветить те сферы деятельности, которые представляют взаимный интерес. Это и машиностроение, это и легкая промышленность, химическое, деревообрабатывающее, это естественное взаимодействие в сфере сельского хозяйства, это взаимодействие и в социальной сфере. А здесь у нас, особенно в Республике Беларусь, в принципе, есть очень большой потенциал для развития отношений с нашими коллегами в Республике Узбекистан по таким направлениям, как и образование, и здравоохранение, оздоровление, туризм. И работа в секционных заседаниях показывает большой потенциал не только для бизнес-кругов, но и большой потенциал для даже самих государственных органов. Почему? Потому что в рамках одной из секций у нас состоялся очень хороший диалог между руководителем нашего государственного комитета по стандартизации профильного агентства Республики Узбекистан на предмет необходимости решения тех вопросов, которые возникают в сфере стандартизации, технического нормирования. А это очень серьезные вопросы, в первую очередь, для белорусских экспортеров, которые намерены работать и развивать экспорт своей продукции в Республику Узбекистан. С учетом того, что в Узбекистане меняются определенные требования к этим вопросам, это не должно стать препятствием для наших экспортеров. Поэтому даже наши такие уполномоченные госорганы подписали дорожную карту по решению этих вопросов в сфере стандартизации технического нормирования. Что же касается общего среза работы в секциях, обсуждения этих вопросов на пленарном заседании, то в отличие от первого форума, когда мы, скажем так, присматривались друг к другу, что можем мы, что может Республика Узбекистан в плане экономики и взаимодействия между нашими хозяйствующими субъектами, то в этом году уже была четко обозначена основная тема форума от традиционного бизнеса к зеленому бизнесу. Я хочу сказать, что, в принципе, повестка зеленой экономики, она для Республики Беларусь тоже является актуальной, если вот эта тема зеленой экономики проходит у нас тоже в рамках основных наших программных документов. В частности, в Республике Беларусь даже на уровне решения правительства утвержден национальный план перехода к зеленой экономике. Достаточно ответственно к этим вопросам подходит и Республика Узбекистан. То есть это не просто слова, это какие-то практические действия. Поэтому в рамках тематического обсуждения, в рамках пленарных заседаний этому тоже было уделено очень большое внимание в плане обмена опытом. А здесь у нас, естественно, это и законодательство, и соответствующие экономические и финансовые стимулы, в принципе, заниматься вот этой зеленой повесткой. Это практическая работа нашего оператора вторичных материальных ресурсов. Почему? Потому что сейчас же главное не добыть, произвести и потребить. А переработать. А переработать. Абсолютно правильно. И здесь вот опыт, в принципе, Республики Беларусь тоже положительно был воспринят нашими узбекскими коллегами и все это. Ну и понятно, что в результате опять, естественно, это наши договоренности, которые закреплены в конкретных коммерческих контрактах, в соглашениях о сотрудничестве. Нарабатывая вот эти вот вопросы уже непосредственно к форуму, мы исходили из такого минимума, это 40 документов, 18 контрактов на сумму более 140 миллионов белорусских рублей, 22 соглашения. Вот. А развитие торгово-экономических отношений, сотрудничество по братимских связях между регионами, между конкретными организациями, учебными заведениями, все. Но в рамках работы самого форума мы этим не ограничились. Поэтому, в принципе, количество подписанных контрактов, сумма контрактов, она будет еще больше. Владислав Евгеньевич, это только один вопрос. А почему он женский тогда, этот форум? Если так много мужчин будут представлены за ним. Вот, послушайте, вот здесь, наверное, вопрос состоит в том, что под эгидой наших руководителей, уважаемой Натальи Ивановны Качановой, уважаемой госпожи Нарбаевой, Зилы Камаловны, и в плане межпарламентского взаимодействия, и в плане взаимодействия в сфере экономики, и в сфере двухсторонних торгово-экономического сотрудничества, женщина к этому подойдет гораздо продуманнее и основательнее. Более вдумчиво, что ли? Абсолютно правильно. Ну и дипломатические отношения женщинам легче установить между собой, правда? Естественно, да, да. Контакты, вот эти отношения, все, и вот как это показывает практика, для меня, еще раз повторюсь, это опыта работы на первом форуме у меня не было, вот опыт работы на втором. Действительно, вот, в принципе, отношения между женщинами, вот, и в плане межпарламентского взаимодействия, и в плане вот этого, ну, они как-то выстраиваются более так стабильнее и более активнее. Как обычно, женщины что-то придумывают, а потом подтягивают мужчин, мол, присоединяйтесь. Да, и в этом плане я немножко с вами, в принципе, не соглашусь. Общая делегация Республики Беларусь, имеется в виду и официальная делегация Совета Республики, делегация бизнес-кругов, она превысила более 120 человек, вот, 80% из которых это были женщины. Это женщины были представители и бизнес-кругов, руководители, заместители руководителей и средних, и крупных предприятий. Ну, мы рады. Мы помним этот успех, с которым прошел первый форум в Минске, но что есть такое эффективное продолжение, просто очень приятно слышать. Обычно, ну, как-то громкий старт не всегда обещает хорошее продолжение, а в этом случае у вас все получилось. Вот, не так много прошло времени, понятно, уже после окончания этого мероприятия мы приняли соответствующую декларацию, в которой мы определили, в принципе, итоги дополнения, дальнейшее направление сотрудничества. Вот, и здесь хочу, как бы, отметить, что ведь наша двухсторонняя повестка, она в этом году не ограничивается только вот визитом и женским вторым узбекским белорусским бизнес-форумом. Ведь в феврале месяце состоялся и форум регионов Республики Беларусь, Республики Узбекистан. Там тоже очень хорошие, как бы, наработки. Поэтому, учитывая, что и вот Совет Республики, как отмечают наши коллеги, и Сенат Алии Межлиса Республики Узбекистан, это, в первую очередь, скажем, территориальное представительство, я, ну, вот, могу предположить, и думаю, я не ошибусь, что, наверное, все-таки в следующем году в Республике Беларусь и, может, даже не в городе Минске, а где-то в регионе, состоится третий форум. А мы будем очень рады, если удастся туристические вот эти мосты навести между нашими странами, потому что даже после первого форума очень многие наши знакомые поехали в Узбекистан, открыли для себя эту страну, ну, и мы надеемся, что узбеки побоевали в Беларуси. Но вы под таким же впечатлением, Владислав Евгеньевич, весной вернулись из Китая и тоже говорили о том, что перспективы нашего сотрудничества, они очень даже манкие, что ли, да? Вот вы выступали потом в прессе. Расскажите, какие опорные точки нашего взаимодействия мы можем обсуждать уже сейчас? Ну, вы знаете, действительно, Китай входит в тройку наших и экономических партнеров в политическом, как бы, плане. Я думаю, все мы знаем, вот в 22-м году нашими руководителями была принята совместная декларация об установлении отношений всепогодного, всестороннего стратегического сотрудничества. Поэтому вот в развитии этого визит делегации Совета Республики в Китайскую, наверное, республику, понятно, в первую очередь, преследовал цели, как бы, активизации межпарламентского взаимодействия. Результат очень хороший, вот, сформирован комитет высокого уровня, который вот между Советом Республики, между Всекитайским Собранием Народных Представителей будет организовывать эту работу. И почему я говорил, что есть заинтересованность в углублении в развитии торгово-экономических отношений, поэтому вот те встречи, которые у нас проходили, в принципе, заседание, вот первое заседание комитета высокого уровня, она показывает, что и белорусская сторона, и китайская сторона, она не будет ограничиваться вот именно вопросами, которые, как бы, входят напрямую, как бы, в сферу работы членов Совета Республики, парламентариев, то есть работа с законодательством, взаимодействия вот в этом плане. Четко был поставлен акцент на том, что в результате, как бы, всей нашей работы должны быть какие-то, как бы, практические вопросы, практические договоренности, и, в первую очередь, в сфере экономики. Это касается и взаимного товарооборота, он по итогам прошлого года немножко там не дотянул до 8 миллиардов долларов. Не надо забывать, в принципе, и о том, что между двумя странами активно развивается взаимодействие и в сфере оказания услуг, это и финансовые услуги, и услуги в сфере IT-технологий, и в образовательных, и все, что с этим связано. Здесь тоже большой потенциал, вот, по итогам прошлого года, это больше 800 миллионов долларов в США, и у нас только огромный потенциал. Работа, она действительно продолжается. Вот в рамках буквально недавнего визита председателя госсовета, господина Литяня, был подписан достаточно большой пакет документов, в котором, в принципе, как раз вот и созданы необходимые базовые условия зоны свободной торговли в сфере услуг для того, чтобы мы могли наращивать взаимодействие и вот в этом вот плане. И на сегодняшний момент я вот вижу, что целесообразность вот привлечения членов Совета Республики, возможно, депутатов, палаты, представителей, в работу двухсторонних комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, которые у нас налажены между правительствами. Есть такая комиссия двухсторонняя между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. Есть такая комиссия между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Мы со всеми экономистами в нашей студии обсуждаем перспективы ухода в зависимости от доллара и евро в ЕАЭС и СНГ. Как Вы считаете, это реалистичный план? Понимаете, бизнес, неважно, крупный, средний, он привык работать в комфортных условиях. Все вопросы, все проблемные моменты, которые возникают в плане выстраивания логистики и движения товаров, естественно, логистики платежей, субъектами хозяйствования воспринимаются как дополнительные, понятно, финансовые издержки, дополнительные сложности, дополнительные препятствия в той или иной сфере деятельности. Поэтому, если нельзя работать так, как было раньше, понятно, что, в принципе, бизнес найдет пути, как ему работать комфортнее. Яркий пример – это наше взаимоотношение между белорусскими и российскими партнерами. Вот по итогам 2023 года доля платежей уже в национальных валютах превысила 90%. Это комфортно, это безопасно, это понятно. Естественно, сам по себе переход на расчеты в неком ином порядке и в иных валютах – это не просто, скажем, заменить доллар на российский рубль или на белорусский рубль, или на китайский юан. Понятно, это, в принципе, создание, скажем так, соответствующей комплексной системы, начиная от законодательного регулирования конкретных инструментов обеспечения этих платежей. Поэтому, учитывая то, что мы к этим вопросам подходим более, скажем так, прагматично, чем наши оппоненты, которые создают нам вот такие сложности в работе, и комплексно оцениваем, стараемся оценить все возможные результаты и с позиции государства, и с позиции конкретного субъекта хозяйствования. Я думаю, что этот вопрос будет решаться в таком эволюционном плане. Владислав Евгеньевич, очень хорошо, что Вы упомянули Россию, потому что у нас есть такая рубрика «Вопрос-сюрприз», и наш постоянный гость, экономист и политический аналитик Алексей Авдонин интересуется, почему до сих пор невозможно рассчитаться белорусскими рублями в России и, наоборот, российскими в Беларуси. Рассчитаться... Ну, просто вот прийти в магазин и оплатить покупку белорусскими рублями. Ну, Вы знаете, мы уже начинаем обсуждать вопросы, которые больше находятся в сфере наших регуляторов, я имею в виду Национальный банк, Центральный банк. Конечно, у простого как бы обывателя или руководителя, скажем так, предприятия такое пожелание, такая возможность, ну, понятно, как бы сказали, это решает многие вопросы и всё остальное. С другой стороны, опять это, скажем так, как, наверное, та тема, которая касается именно вот тех условий, в которые работают наши субъекты хозяйствования. Вопрос здесь, если он будет иметь крайнюю актуальность и для белорусского, как бы, гражданина и белорусского субъекта хозяйствования, этой темой будут заниматься все, и нацбанки, и правительство, и парламентарии в том числе. А мы пока прервёмся ненадолго, после небольшой паузы снова вернёмся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал «Скажи, не молчи», а все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1». Это снова «Скажи, не молчи» и у нас в студии сегодня председатель постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович. Хотелось бы ещё с вами, Владислав Евгеньевич, обсудить перспективы цифровой трансформации нашей экономики. Вы за этим процессом как наблюдаете, с каким чувством? Ну, вот тему, как бы, зелёной повестки, зелёной экономики мы с вами затронули. То, что касается уже цифровой повестки, ведь она тоже фактически в приоритете. Но в подтверждение своих слов я хочу сказать, что у нас, опять-таки, на уровне решения правительства принята государственная программа на 2021-2025 год, о цифровом развитии. Координатором у нас выступает Министерство связи. И основная задача, как бы основная цель – это внедрение информационных технологий, передовых промышленных технологий в экономику, в сферу жизнедеятельности. И к этому, в принципе, опять-таки, нас подталкивает опять вот и внешнее окружение, и, наверное, и запросы, в принципе, наших и граждан, и хозяйствующих субъектов. Поэтому, опять-таки, современным, наверное, и необходимым было и принятие решений на уровне уже указа главы государства о цифровом развитии, в котором внедрены новые инструменты и определены приоритеты в этой сфере деятельности. Ну, их можно для граждан. В первую очередь, это цифровые сервисы и максимальный перевод. А такая задача стоит, что к 2030 году завершить перевод в цифровой формат основных административных процедур, которые у нас совершаются в отношении граждан. Для субъектов хозяйствования, опять-таки, важны цифровые сервисы, цифровые платформы. И поэтому и по программе, и по указу президента стоит задача сформировать необходимую, скажем так, инфраструктуру. Офисы цифровизации, которым этим будут заниматься при банке развития, создано соответствующее агентство. Вопрос, он востребован. Ну, недавно, вот в одной из наших программ анонсировали единый портал электронных услуг. Давайте послушаем это в программе наших коллег «Экономическая среда». Это единый портал электронных услуг. До конца 2025 года запланировано к переводу в электронную форму 696 административных процедур. Причем выборка осуществлялась таким образом, что брались наиболее востребованные для граждан услуги. Наше дальнейшее введение – это проактивные услуги. Да, проактивные услуги. Это когда ты еще ничего не попросила, тебе уже государство дало. То есть, вот на самом деле, я, наверное, вот действительно будущую цифровизацию вижу, как государство настолько комфортно, что ты его не замечаешь. Вы согласитесь с такой формулой, формулировкой? Электронные базы данных должны взаимодействовать между собой. Человек, в принципе, в этом должен заявитель потребителя соответствующей услуги, административной процедуры, в этом должен принимать минимальное участие. Мы уже обсуждали с Татьяной на днях, что как-то раньше сложно было ехать в налоговую, разбираться в этих формулярах, а теперь благодаря электронной базе данных мы получаем раз в год то, что должны государство, отчисляем спокойно, и все. И никто никому, в общем-то, не дурит голову с неочередями. Это уже не шанс будет. Это комфортно, но я не говорю о сумме налогов, которые... Ну, слушайте, вы столько лет занимались налогами, поэтому вы суммы примерно представляете, сколько мы отчисляем. Ну, то есть это вот и есть уже, вот мы постепенно приближаемся именно к этой цифровой экономике. К единому, да, порталу. В разных сферах, конечно, будет разное. Опять-таки, все зависит от востребованности, от приоритетов, которые здесь выставляются. Но, опять-таки, вот создание вот этих комфортных условий для простого человека и для субъекта хозяйства, не минимизация вот этих издержек. Вот это, наверное, должно быть в приоритете. Ну, вопрос экономической безопасности мы закрепили даже в новой редакции концепции национальной безопасности. На ваш взгляд, Владислав Викенович, какие вопросы здесь самые важные? Вопрос действительно очень актуальный. Ведь, смотрите, вот в текущем году, в апреле месяце, в новом статусе, в новом конституционном статусе прошло уже седьмое заседание Всебелорусского народного собрания. И ведь четко обозначено, что в качестве основных документов, которые будут приниматься и рассматриваться, вот это те документы, которые определяют стратегическое направление развития нашей страны в наиболее важных сферах, отраслях и так далее. Поэтому вот принятое решение седьмым Всебелорусским собранием утверждение концепции национальной безопасности, где составной частью является в том числе экономическая безопасность, ведь она комплексно определила. То есть наши интересы в сфере экономической безопасности, вызовы, угрозы внутренние, внешние, ну и, соответственно, инструменты и индикаторы, исходя из которых мы будем это отслеживать, будем мониторить, ну и максимально, скажем так, упреждать. Приоритет в плане экономической безопасности – это два. Они умязаны между собой. Это дальнейший экономический рост, потому что если мы где-то станем, это стагнация и, поверьте, это будет не просто плохо, это будет очень плохо. И обеспечение конкурентноспособности. Белорусской экономики, потому что если мы в этом плане не будем двигаться, соответственно, мы будем поэтапно терять и внутренний рынок, мы будем тем более терять и внешний рынок. А мы будем двигаться. Вы так сказали очень плохо, что у меня прям побежал мороз по коже. Не прогнозируется стагнация? Нет, поэтому не только я, понятно, и все гости, которые у вас здесь присутствовали, то есть они с положительным, конечно, наверное, акцентом говорят о том, что по итогам прошлого года у нас обеспечен и общий рост экономики, темпы роста валового внутреннего продукта оказались выше прогнозных значений. 107,7% сработала промышленность. Вот по этому показателю мы, в принципе, на 53-м месте из 153 стран по уровню, по рейтингу промышленной конкурентноспособности. И еще как положительный момент, смотрите, вот по итогам 2023 года, в этом году, в принципе, темпы роста доходов населения превышают темпы роста инфляции. Растет экономика, а это прямо сказывается на уровне благосостояния наших граждан. Голодных бунтов, на которые рассчитывали наши противники Запада, вводя против нас санкции, собственно, на улицах не наблюдается. И я надеюсь, что никогда мы их и не увидим. Еще такой момент хотелось бы с вами успеть обсудить, Владислав Викентьевич. Вы проводите личные приемы граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. И вот если попытаться обобщить круг вопросов, что больше всего сейчас волнует наших граждан? Я опять хочу высказать свое мнение, свою позицию. Понятно, работая в Министерстве, Министерство финансов, у нас тоже организована была работа с гражданами, личные приемы, прямые телефонные линии рассмотрения обращений, которые тоже, в принципе, были на самом жестком контроле. Но так как это выстроена работа здесь, в Совете Республики, это, конечно, гораздо более высокий уровень. Работа выстраивается на системной основе. Это и работа конкретных членов Совета Республики. И здесь, и на местах, с гражданами, в трудовых коллективах, с обращениями, которые поступают. Это выездные приемы, которые проводятся уже, скажем так, в целом, и членами Президиума Совета Республики, и губернаторами, которые представляют соответствующую область или город Минск. И каких-то важных, неважных или второстепенных вопросов здесь не бывает. То есть гражданин, который обращается к члену Совета Республики, и этот вопрос конкретно касается этого гражданина, его, естественно, личных, имущественных, или каких-то интересов, он надеется, что он получит разрешение вот этого вопроса. И опять-таки, вот отличие от работы там и отличие здесь, здесь вопросы решают. Ну, потому что высший уровень, поэтому понятно. Здесь вопросы решаются. И для меня, вот опять-таки, как положительный момент, то, что, в принципе, те вопросы, которые поднимаются в плане организации работы с обращениями граждан и юридических лиц, которые проходят через Совет Республики, мы подключаем и министерство, и иные государственные органы, исполнительные комитеты, начиная от областного уровня или города Минска и заканчивая уже базовыми поселковыми, сельскими советами, всё это, они ставятся на контроль, они прорабатываются. Может быть, где-то быстро, где-то, может быть, немножко не так быстро, потому что разные ситуации. Но вопросы решаются. Но вы, когда вам удавалось решить чей-то вопрос, понятно, что на это уходило какое-то время, да, какие-то усилия затрачивались. Вы испытывали, так скажем, чувство удовлетворения после этого? Период работы в этой должности у меня ещё не такой большой, но для меня лично есть уже положительные моменты. Вот мы буквально на прошлой неделе уже с участием Министерства финансов проводили заседание нашей комиссии, рассматривали уже как бы подходы, предварительные вообще подходы к формированию проекта бюджета, изменению налоговое законодательство. И наши коллеги, которые представляли руководство Министерства финансов, специально обращали внимание, что ряд изменений, которые вносятся в налоговое, или предлагается внести в налоговое законодательство, вот с 2025 года, они обусловлены, в принципе, теми вопросами, которые поднимались членами Совета Республики по итогам работы со своими, в принципе, гражданами, как бы, в тех регионах, за которые они отвечают, либо которые вытекают из тех обращений, которые к нам поступали. Ну, в качестве примера могу назвать это то, что касается, в принципе, вопросов, связанных с подоходным налогом и обложением, в принципе, с числением налога на недвижимость многодетных семей, в принципе, инвалидов там первой-второй группы, вопросов, связанных с числением подоходного налога, граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но осуществляют розничную торговлю в положенных, неположенных местах, потому что тоже возникают разные ситуации. Вот, поэтому вот есть примеры такие. Все из практики, да, все, о чем вы говорили сегодня, можно говорить о том, что у нас сенаторы не из окна автомобиля видят жизнь, а в непосредственном контакте находятся со своими гражданами постоянно, да. И, ну, вот, наверное, может быть, поэтому и столько сейчас законопроектов, которые приходится дорабатывать, вы говорили даже о центрах металлах с 2012 года, не так часто мы их перерабатываем, чтобы говорить о том, что мы меняем законы каждый день, да, но если уже приступаем к этому, то это вдумчивая работа, в которой принимают участие не только парламентарии, но и, собственно говоря, наши граждане, что очень приятно. Спасибо вам за разъяснение, за какой-то разумный оптимизм в отношении нашей экономики. И будем, глядя на вас, конечно, надеяться на то, что все будет хорошо и правильно. А мы, Татьяна Щербина, Виктория Попова, с вами на сегодня прощаемся. До свидания. До свидания. А сейчас говорит Владислав Татаринович. Уважаемые телезрители, мы живем в Республике Беларусь. Молодой, но тем не менее успешный, развивающийся, с очень хорошим потенциалом. Самый главный из которых – это наш человеческий потенциал. Поэтому для того, чтобы мы с вами жили лучше, нужно делать простые вещи, которым нам неоднократно напоминает наш глава государства. Делать свое дело, делать свою работу. Будет лучше, будет результат. Владислав Викенович, нам очень радостно, что вы впервые в нашей студии оставите автограф на память, надеюсь, не в последний раз. Да, спасибо, мне приятно. 30 лет – это только начало. Мне кажется, эти слова очень актуальны и в плане всех знаковых событий, которые у нас в этом году связаны и в государственном строительстве, и в рамках формирования институтов государственной власти. И это очень важно с точки зрения того, что такой же 30-летний юбилей отметил совсем недавно в Белтеле радиокомпании, где я нахожусь. Мне с вами было очень приятно работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин